Прямо сейчас новое утро перенесет вас в сказку, а именно в сказку «Маленький принц». По ее мотивам в Красноярске появилась новая мыльная постановка, мыльный спектакль, если его можно так назвать. Можно было так назвать или нет, я спрошу у нашей гости Марии. После того, как она вас сейчас заберет с собой в мыльный пузырь. Однажды на мою планету залетела крохотная семечка. Я сначала хотела его вырвать, но однажды утром эта семечка расцвело в прекрасный цветок. Ее звали роза. Она была такая красивая, что я очень захотела о ней заботиться. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это настоящая мыльная сказка. Теперь я в этом точно уверена. Спасибо большое за нее, Марии Малетиной. И я видела параллельно картинку сейчас с нашего экрана, который у нас есть здесь, и в живую. Вот в живую это красивее еще раза в четыре. А мне больше на экране понравилось. На экране? Завораживает. Мария, как вы выбираете тему, сказку? Как вы вдохновляетесь? Ну, сначала слышишь какую-то музыку, и уже от музыки идет вдохновение. Вот у меня всегда так. Сказка «Маленький принц». Почему такой формат вообще? Обычно шоу мыльных пузырей вроде бы, да? К нему уже многие привыкли. Многие это видели. А тут сказка. Как это связано? Я хотела показать, что мыльными пузырями можно рассказывать историю. Это моя не первая постановка, но вот это вот первая постановка, которая будет премьера на большой сцене у нас, правильно сказать, на маленькой. Ну, приглашаю всех на наш спектакль. Какой возраст и сколько длится? От какого возраста ребенок уже может оценить эту красоту и вдохновиться ей тоже? Возраст, ну, детки и маленькие смотрят. И совсем это зависит от вашего ребенка, да? Усидит он на спектакле или нет. А ограничение плюс, наверное, до бесконечности, потому что мыльные пузыри – это цирковой жанр. Ну, и в цирк всем интересно ходить, правда? Сколько нужно усидеть? 45 минут. Ну, это недолго. Без аттракта, да? Без аттракта. А какое вообще развитие вот в этой сказке там планируется? Будет что-то прям огромное, гигантское вау? Да, у нас, получается, вся сказка идет поэтапно от начала до конца. Ну, конечно, она не дословно пересказанная мной. Реплики мои и сопровождается мыльными пузырями. В конце заканчиваются также как сказки, когда герои нашли колодец. Это огромный мыльный пузырь. И также в фойе театра будут ждать нашу… Не надо спойлеров. Пускай все посмотрим. Ну, вы же понимаете, что теперь будет погружение в пузырь. Тоже в ответе за тех, кого приручили. Давайте чему-нибудь и нас научим, и мы сможем оценить, насколько это легко или нелегко в исполнении. Лисица. Лисица. Да. Он вам рассказал, что такое приручить, да? Да. Давайте попробуем подуть. Смотрите, если дуете издалека, то пузырь будет быстрее надуваться. Все еще сильнее и сильнее. Можно перехватить дыхание только быстрее. Все еще, еще, еще. Катя, вы дуете великолепно. СМЕХ Красота. Ну, на самом деле… Творение твое. Радуюсь. Мне очень нравится. Мать, ну, в течение спектакля 45 минут вы будете, получается, дуть. Ну, я буду и разговаривать, и интерактив с гостями, задавать вопросы, чтобы не терялся интерес у маленьких зрителей. Очень сильные и легкие. Вот кто должен в грелке. Вы знаете, что такое приручить? Спросил бы. Нет. Это такое давнешнее понятие создавать узы. Да вы что? Вы оставайтесь с нами до конца эфира. Мы там, правда, будем грелки разрывать, дыхание. Может, у вас получится. Что за штука с дымом, с таким? Ну, это специальная трубочка у меня. Угу, я понял. Так. Ой, а ловить можно? Это не вредно? Это… Ну, вроде не вредно. Это было вредно, но уже какая разница? Это влезетная смесь. Да. Ваша, давайте расскажем, где и когда пройдет спектакль, чтобы у нас все уже подзарядились и запланировали. 27 марта будет проходить лофт-проект «Квадрат». Начало в 5 часов и в 6.30. У нас будет два мероприятия. Мне хочется, чтобы больше красноярцев смогли увидеть это представление. И заинтересоваться, возможно, сказкой, по мотивам которой это новая мыльная постановка и настоящий спектакль. Я бы даже рекомендовал маленького принца перед этим спектаклем прочитать и себе в памяти освежить и вашим детям. Приходите обязательно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова